Вот еще раз. Всем добрый вечер. Вот как раз пока там некая вводную информацию я давал, вижу коллеги еще присоединились. Почему поговорим сегодня? Я думаю, что такая достаточно все-таки специальная профессиональная тема семинара собрала тех, кто в общем называется в теме. Вот поэтому, наверное, я могу предположить, что знаете ITIL. Выпускающая организация ITIL, это компания Axelos. Они начали выпуск четвертой версии ITIL уже больше года назад. Это было самое начало марта, ну стык февраля-марта 2019 года. Сейчас выпуск различных публикаций ITIL практически завершен. Опубликованы все практики. Вот это как раз был конец марта, начало апреля. В конце февраля, в самом конце февраля, 28 февраля выпустили недостающие, скажем так, модули одной из сертификационных линейок. Тоже сейчас об этом немножечко расскажу. Еще один модуль ждем для второй сертификационной линейки. Ну и, соответственно, это все подкрепляется выпускаемыми официальными курсами. Об одном из таких направлений сертификации и, соответственно, курсе вот как раз сегодня хочу рассказать. Это модуль Create, Deliver and Support, то есть создавать, предоставлять и поддерживать. Думаю, что с центром специалистов знакомы. Действительно, самый крупный уже не только IT, но и других услуг. Ну, мы с вами говорим об IT. Специалист аккредитован PeopleSert вендором сертификации. Мы сотрудничаем с вендорами официальных учебных курсов. В общем-то, эти все учебные курсы, наверное, вы слышали, если нет, то говорю об этом. Они сертифицированы или аккредитованы, да, говоря он совсем корректным языком, должны быть аккредитованы. Поэтому мы говорим сейчас с вами об аккредитованном курсе, который готовит к официальной сертификации. Ну и, помимо этого, естественно, я думаю, несет определенную прикладную ценность для тех многих участников, кто, может быть, не планирует сертификационные какие-то активности в своей карьере, а просто нужно разобраться с новыми веяниями, какие есть хорошие подходы, лучшие практики. Ну, давайте коротко представлюсь, с кем где-то вот видел, подключались уже, приветствую тех, с кем знакомы. Приветствую тех, с кем знакомимся только сейчас. Меня зовут Данил, я, действительно, в IT всю профессиональную карьеру. С выпускающей организацией Saksolos я, можно так сказать, сотрудничаю в роли добровольца, там порядка 600 было, можно было участвовать в качестве добровольца, порядка 600 человек со всего мира в качестве вот ревьюер выпускаемых публикаций. Я участвовал с другой аккредитованной компанией в разработке официальных курсов от авторизованных по ITL 4.0, которые входят в эту линейку, ну, то есть, в общем-то, с четверкой знаком, можно сказать, с самых истоков. Ну, а, в общем-то, так я веду достаточно активную прикладную деятельность, и, в общем, могу сказать, что, конечно, не весь ITL приходится применять, но это, наверное, почти невозможно. Но те вещи, с которыми реально приходится сталкиваться, они действительно работают, позволяют переосмыслить, позволяют переосмыслить опыт. Ну, на чем строится вообще четвертый ITL? Давайте я коротко напомню, ну, для тех, кто с нашими базовыми курсами, или базовыми такими семинарами не знаком, я адресую на сайт специалиста, на свой сайт, там это выложено, на сайте специалиста есть видео, если, ну, вот вы сейчас зарегистрированы, эти видео вам будут тоже доступны. ITL 4.0 вообще структуру радикально переработал по сравнению с предыдущей версией, ну, которая называет там то 3.1, то 2011 года. Отказались от понятий жизненного цикла. Наверное, правильно, вот как раз сегодня мы и поговорим, почему. Потому что ввели понятие системы ценностей услуги, основанной на принципах бережливого управления. И сейчас существует огромная вариативность создания, предоставления услуг. Это и более традиционные схемы с проектной разработкой, внедрением и последующей поддержкой по линии. Это и более схемы, скажем так, новые, такие как гибкая разработка. Это и DevOps, и ITL это все сейчас объединяет и предлагает выбирать то, что подходит здесь сейчас в этой конкретной ситуации, для этой конкретной IT-услуги, в этой системе измерений, да, то есть внешних воздействующих факторов, таких как люди, организационные процессы, партнеры, поставщики, подрядчики. И практиковать сверху с лучшими руководящими принципами. Семь руководящих принципов, фокусировка на ценности. Начинать с того, что есть, двигаться итеративно, получать обратную связь, мыслить системно, автоматизировать. То, что в прошлых версиях ITL называлось процессами, сейчас назвали практикой. Я не буду на этом сейчас подробно останавливаться, мы это рассматриваем и на базовом курсе, мы это говорили вот и на базовых таких семинарах именно об общей структуре ITL, почему отказались от понятия, ну не отказались, а немножко реструктурировали. Опять-таки в силу вариативности. Процессы теперь более короткие, более локальные входят внутрь этих лучших практик. Всего таких практик 34, они, как я уже сказал, выпущены в конце марта все, все 3-4 практики теперь доступны. Но правда, как все, что делает пускающая организация ITL, это план. То есть просто так зайти на сайт и скачать их, к сожалению, не получится, нужно будет приобретать. Хотя практики полезны, и некоторые их части вот сегодня мы посмотрим. Ну общая схема сертификации и структуры выглядит вот таким образом, предполагаю, что вы ее уже могли видеть. Foundation, как всегда, это базовая сейчас, напомню, публикация, это не только курс, но и базовая публикация, с которой, собственно, выпуск четверки начался. Есть уровень, который называется специалист. Ну, в общем, как обычно, то, что характеризует зрелость соответствующего специалиста в определенной области. Соответственно, мы с вами сегодня говорим как раз о Create, Deliver and Support. На подходе уже, вот, говорится, будет сейчас курс Drive Stakeholder Value, который посвящен такому, тоже очень активно сейчас используем, особенно в продуктовой разработке, подходу как Customer Journey, по путешествии или путь заказчика, где рассматриваются как раз все точки контакта с заказчиком, с пользователями, пользователей с системой, с сервисом. High Velocity ID, это Agile DevOps ориентированные подходы, и Direct Plan Improve, ну, кстати, вот, курс буквально, там, по-моему, через 10 дней стартует. Это руководство, ну, собственно, по названию, руководи, направляй, планируй, улучшай. Портфели проект, портфели услуг, сопоставление их со стратегией, SLA. И второе направление, ID Strategy, к нему сейчас подойдем. Третий уровень сертификации, Management Professional, эта сертификация тоже доступна, и если есть коллеги, кто сертифицирован или набрал вот эти так называемые кредиты по предыдущей версии, напоминаю, если у вас набрано 17 кредитов по предыдущей версии, вы можете вот этот Management Professional пройти курс, издать экзамен и сразу получить статус Management Professional. То есть, ну, некий такой вот мостик, да. Другая линейка, стратегический лидер. Вот здесь пока ждем вот этого модуля, лидер в области цифровой IT-стратегии. Это вот общая структура. Ну, а мы с вами сегодня сосредоточимся на этом модуле. Создавай, предоставляй, поддерживай. Руководящие принципы, как я, в общем-то, только что я сказал, у нас выступают в роли такого своеобразного чек-листа, чтобы каждое действие в рамках, будь то... Исправление инцидента, решение инцидента, будь то реализация кода текущего изменения, будь то создание новой услуги, должны проверяться на то, что любое действие несет ценность, то, что мы не изобретаем велосипед, то, что мы не стараемся, не пытаемся сделать все и сразу постепенно улучшаем, при этом учитывая общий системный подход, архитектуру, архитектурные шины, взаимодействие с другими продуктами, сервисами, не усложняем и стараемся автоматизировать. Из бережливого управления, которое, также, напомню, сейчас является одним из источников и составных частей ITIL-фреймворка, это так называемые цепочки создания ценностей. Вот как раз, наверное, самое время сказать, почему отказались от достаточно длительное время существовавшего подхода жизненного цикла услуги. Он стал очень разный. И вот эти цепочки создания ценностей, что такое цепочка создания ценностей? Короткая последовательность шагов, лучше всего максимально линейная, с минимальным количеством ветвлений, которое приводит к конкретному заданному результату. Ну, например, цепочка создания ценностей при решении инцидента. Получили инцидент, расследовали, скалировали, применили обходное решение, оповестили пользователя, получили обратную связь. Все, есть ценность, пользователь может продолжать работать. Совершенно другая цепочка создания ценностей. Тоже мы о ней сегодня с вами будем говорить даже более подробно. Это, например, создание новой услуги. Создание новой услуги лично. Совершенно другое. Это нужно соотнести со стратегией, включить услугу в портфель, собрать требования и так далее. Но все равно в итоге будет некая ценность. Другая цепочка, но ценность такая созданная услуга. Поэтому вот этот подход, который нацелен на предоставление потребителю ценностей, он фактически подразделяется, декомпозируется на такие отдельные локальные цепочки. Можно сказать, тот самый руководящий принцип действует просто и практично. Я не стараюсь создать какую-то всеобъемлющую модель, единообразную для всех сервисов, всего предприятия. Нет. В каждой конкретной ситуации действует практично. Нужно решить инцидент, мы решаем инцидент. Нужно решить вопрос, связанный с каким-то текущим улучшением услуги, мы решаем этот вопрос. Там своя последовательность действий. Можно сказать громкими словами, бизнес-процесс, а можно сказать конкретная последовательность действий. И так на всех стадиях услуги, жизненного цикла услуги. Улучшить на основании опыта заказчика, да, доработать. Внедрить внутренние какие-то лучшие практики, да, это будет своя цепочка создания ценностей. Сократить затраты свои действия, ускорить поставку девопс. Прекрасно, в девопсе тоже мы немножечко сегодня затронем этот вопрос. Ну, собственно, и в основном курсе этот вопрос также затрагивается. Да, там свой порядок работы. Опять-таки, при согласовании, при разработке, при поставке, при поддержке. И вот на этом сейчас ITIL нам рекомендует, ну, скажем так, сосредоточиться на том, что цепочки каждый раз свои. Ну, и вот, собственно, от этих общих принципов давайте попробуем смотреть, как они могут воплощаться. Я сегодня хочу показать одну цепочку, чтобы мы ее с вами разобрали подробно и даже, в общем-то, адресоваться к практикам, да, вот к тем публикациям, которые называются практики. И пару цепочек, ну, так, более коротко, иллюстративно, именно, чтобы было понимание, что таких цепочек может быть много, они разные, к чему они могут быть применимы. Ну, и вот, давайте посмотрим как раз цепочку создания ценностей при разработке новой услуги. При разработке новой услуги. Вначале, позвольте, я, может быть, кому-то напомню, кто-то, может быть, впервые знакомится с вот этой системой и создания ценностей, и цепочкой создания ценностей. Из каких ключевых, как их называют, активностей они состоят? Одна активность – это engage, вовлечение. Такое общее название, кого вовлекают. Заинтересованные лица. Ну, если мы говорим сейчас о разработке новой услуги, это какие-то ключевые заказчики, это те, кто выступает, ну, например, в роли функционального заказчика. Фокус-группы пользователей. Возможно, вендоры, которые будут участвовать. И вот, соответственно, первый шаг в цепочке создания ценностей новой услуги – это вовлечение. Ну, собственно, говоря другими словами, а что мы делаем всегда при начале разработки услуги? Собираем пожелания, требования, мнения. И дальше переходим куда? К планированию. Но что понимается под активностью планирования в четвертом айте? Речь идет здесь о высокоуровневом планировании. Как раз сайт нести с стратегией компании, с общими архитектурными принципами. Принять решение о разработке этой услуги. Что значит принять решение о разработке? Включить ее в портфель, назначить приоритет. В соответствии с приоритетом согласовать выделение ресурсов. И вот когда ресурсов выделен, собственно, перейти к дизайну. Собственно, перейти к дизайну. Коллеги, я сразу хочу обратить внимание, да, это перевод на соседнем слайде. Я здесь показываю цепочку, кому удобнее отслеживайте на соседнем слайде, на следующем. Перевод. Дизайн, проектирование. Ничего принципиально нового мы фиксируем, что следующий шаг – это проектирование, услуги, воскорование, проектирование, концепт. Следующая активность – obtain, build. Obtain. Приобретать, build, разрабатывать. Приобретать, разрабатывать. Все правильно. Значит, дальше, после того, как концептуальное проектирование проведено, нужно либо приобретать отдельные компоненты, услуги аппаратные, программные, документальные, например, разрабатывать какие-то новые регламенты, новые рабочие процессы. Тоже относится к obtain, build. Либо приобретать программное, аппаратное обеспечение у поставщиков. Затем каждый компонент должен быть передан в эксплуатацию, transition. Обратите внимание, здесь немножко такой интересный в 4 мая этот подход – design and transition. Это одна активность. И, кстати, в разных цепочках создания ценности такое может довольно часто происходить, что на разных этапах цепочки создания ценности, то есть фактически рабочего процесса, мы как бы обращаемся к одной и той же активности, но с разными задачами. Проектирование теперь, передача в эксплуатацию, transition. Ну и, собственно, завершает, это, естественно, шестой шаг – эксплуатация. Шестой шаг – эксплуатация. И в рамках которой как раз извлечение уже выгоды для заказчика получения пользы. Вот то, что ITIN называет цепочек создания ценностей, мы привыкли, может быть, это называть по-другому. Порядок создания услуги, реализация проекта по созданию услуги. Ну вот такой термин общий. Вот, собственно, как подходить к созданию таких цепочек – это и есть суть вот этого курса, этого выпуска публикации CDS – Create, Deliver and Support. Это один из примеров. У каждого шага обязательно должны быть свои атрибуты. То есть понятно, что не просто вот нарисовать такую красивую картинку. Атрибуты, как у любого процесса, они достаточно типизированы. Можем посмотреть. Входы. Какая информация, материальные ценности, должны быть, персонал должны быть обеспечены на входе каждого шага. Ну, скажем, на входе первого шага Engage у нас должен быть, что, определенный спрос или прямой заказ на новую услуги. На входе планирования, ну, понятно, у нас должны быть какие-то высокоуровневые требования к этой новой услуге и так далее. У каждого шага обязательно должны быть триггеры, которые определяют возможность перехода к следующему шагу. Ну, тоже довольно очевидное, но достаточно полезное замещание. Да, четкие критерии возможности перехода к следующему шагу. Ну, например, к следующему шагу разработки. Обязательно вовлеченные стороны. Кто принимает участие в каждом шаге? Скажем, здесь ключевые представители заказчиков фокус-групп пользователей. Здесь руководители портфеля, ключевые руководители IT-блока, системные архитекторы, дальше проектировщики и так далее. То есть, кто будет выполнять. Требуемая информация. Ну, тут может показаться, на первый взгляд, немножко странным. По большому счету, требуемая информация, конечно, можно сказать, один из элементов входов. Решили выделить как самостоятельный атрибут. Применимые практики IT. То есть, на какие практики можно опираться? Ну, чтобы было понимание, что такое практики, давайте я быстренько покажу, что это может быть. Как я уже сказал, они все платные по подписке, поэтому, к сожалению, естественно, распространять не могу. Но вот что они собой представляют, показать могу. Каждая практика, ну вот, например, допустим, что вот сервис-дизайн, как раз то, о чем мы говорили. Каждая практика. Это такая относительно небольшая книга, публикация. На данный момент они все только в электронном виде. Которая описывает как раз общие требования к предметной области. Ну, скажем, вот цель практики разработки проектирования услуги. Собственно, это и есть проектирование продуктов, услуг, которые пригодны для использования, соответствуют своему назначению. Состав этой практики описывается. Основные инструменты, методы. Вот как раз порядок, ну не порядок, порядок, наверное, неправильное слово. Состав действий, вовлечения, заказчиков, пользователей. Создание пакетов разработки услуг. Ну, кстати говоря, термин SDP, я думаю, тем, кто сайтил знаком, хорошо известен. Со второй версии. Но, кстати, видите, в новой версии довольно любопытно. Ну, не то, что любопытно, это логично. Современные понятия customer experience, user experience. Они вводятся, интегрируются и строятся ключевые задачи. Планирование услуги, как вовлекаются организации, люди, как соотносить с имеющимися информацией, технологиями. Это вот, как раз, те самые четыре измерения. С действующими партнерами, подрядчиками, существующими процессами. Какие могут быть риски. Вот, что собой представляет практика. То есть, описание конкретной области работы. Значит, соответственно, когда мы говорим, что нужно определить, какие практики применимы для очередного шага. Ну, скажем, да, для, скажем, активности дизайн нам нужна практика сервис-дизайн. Нам нужна будет практика разработки программного обеспечения и для сервис-дизайна, и для практики, для активности билд. На что мы опираемся? Это фактически есть и самые лучшие практики. В четверке отказались от этого термина, но, по сути, это, в общем, они и есть. По сути, это они и есть. Следующий атрибут, ну, вот, активности, то есть, собственно, какие работы выполняются. Перечень ограничений для любых работ. Логично. И перечень выходов. То есть, что будет на выходе каждого шага. На выходе engage у нас собранные высокоуровневые требования. На выходе планирования у нас решение о включении в портфель выделения ресурсов приоритет. Ну, и, например, на выходе шестого шага полностью готовые к эксплуатации услуги. Технически, организационно, с обученным персоналом и так далее. То есть, как вы видите, достаточно такое хорошее, четкое структурирование, что нужно сделать. Ну, собственно, как всегда, ITIL говорит, что нужно сделать, гораздо меньше говорит, как. Я бы даже сказал, ну, это, может, такое лично субъективное мнение, что в четверке ITIL еще меньше отвечает на вопросы. Как? В силу того, что теперь в четвертой версии ITIL инкорпорирует в себе очень много разных подходов. Он стал более обширный и в какой-то степени, наверное, более абстрактный. Ну, например, при разработке программного обеспечения, да, вот если мы говорим, какие практики применим, давайте посмотрим. Активность, разработка архитектуры такая практика, управление архитектурой, да, действительно, есть такая практика. На мой взгляд, кстати говоря, очень большое достижение, большой шаг, именно сделанный разработчиками четвертой версии ITIL, потому что чего-то подобного в предыдущих версиях нет. Естественно, работа архитекторов, проектировщиков, но это своя специфика. Требования к полезности и гарантии. Ну, да, это бизнес-анализ, появилась практика бизнес-анализ. Развертывание компонентов в приложении. Ну, управление развертыванием было, обращая внимание, в четверке управление развертыванием теперь не совмещено с управлением релизами. Это два разных участка деятельности, что, наверное, правильно. Особенно в свете того, что есть развертывание более традиционное, релизными пакетами, плановыми, а есть практики непрерывной поставки, скажем, на основе DevOps. Управление развертыванием, как практика, объединяет в себе и описывает разные опции, разные варианты. Сервис-деск, естественно, как раз управление портфелем, управление релизами, тестирование, проверка услуг. Четкое соответствие, на какие практики можно опираться в практиках. Ну, вот как мы с вами сейчас только что посмотрели на примере практики с сервис-дизайн, проектирование услуги. Там даются некие такие тоже чек-листы, укрупненные хаги, проверочные списки. Что, естественно, может помочь. Если реализация в DevOps среде, вот эта цепочка создания ценностей, может выглядеть несколько иным образом. То есть давайте, может быть, даже прям попробую сейчас вместе ее прорисовать. Видите, ну, понятно, DevOps, да, билд и релиз совмещены, соответственно, вовлечение происходит постоянно. Из вовлечения у нас при создании новой услуги уйдет куда? В планирование, в разработку, передачу, предоставление, поддержку, вовлечение и дальше куда? В улучшение. То есть уходим вот в этот, собственно, символ бесконечность цикла есть. То есть даже на примере вроде бы одной, одного подхода создания новой услуги, цепочка создания ценностей может, например, меняться в зависимости от выбранной модели. Первая модель более традиционная, DevOps модель. Что-то, как мы видим, есть общее, где-то есть свои отличия. Наверное, это полезно, наверное, это полезно, потому что действительно предоставляет возможность большей вариативности в работе. Ну, согласитесь, это сейчас уже стало, к счастью, достаточно общим местом, что в рамках одной компании, в рамках одной IT-инфраструктуры прекрасно уживаются разные подходы. Потому что для каких-то IT-услуг лучше подходят более классические подходы, да, с такой последовательной поэтапной разработкой, с тщательной проверкой, плановым внедрением и с тем длительным периодом эксплуатации, да, такие, например, инфраструктурные решения, крупные тяжелые продукты. Для продуктов и услуг, которые клиент, ориентированные на внешний, например, рынок, когда идет быстрая изменчивость, требуется быстрое реагирование, там лучше подходит DevOps. Но эти DevOps-созданные продукты, они, например, используют ту же, допустим, корпоративную системную шину, которая создана, развивается и поддерживается по классической модели. И вот эти, это многообразие как раз сейчас и поддерживает, во всяком случае, такая попытка сделана, ну, вышел он недавно, конечно, пока далеко не все удается попробовать, но, как бы, подход понятен и, я думаю, что он имеет право на существование. Поскольку мы говорим о цепочках создания ценностей, то есть выстраивании таких локальных рабочих процессов для достижения конкретного результата, естественно, это делают люди, сама по себе цепочка не работает, это очевидно. Айтел предлагает свою ролевую систему, она, я не могу сказать, что какая-то принципиально новая, но также учитывает и гибкие подходы, и классические подходы, вот эти возможности здесь присутствуют. Здесь присутствуют и предлагает 4, прошу прощения, 5, 5 базовых ролей, 5 базовых, 5 базовых ролей. Это лидер, вот, кстати, тоже можем обратить внимание, да нет уже такой роли, как там, либо скрам-мастер, либо руководитель проекта, нет. Есть укрупненная роль лидер, который может выполняться скрам-мастером, владельцем продукта, руководителем проекта, менеджером IT-услуг. Администратор, это вот чисто административные функции, как помощник лидера. В принципе, тоже принципиально ничего нового нет, извините за такую фразу, но подчеркивается, кто-то должен быть организатором, не уходить в рутину, а его помощник занимается вот именно рутинным таким оформлением. Координатор, коммуникатор, сотрудники, которые координируют различные участки работ, тимлиды, бизнес-аналитики, кстати говоря. Эксперты по методам и техникам, разработчики регламентов, процедур, процессов и технические эксперты. Ну, такая обобщенная, укрупненная роль, понятно, любые, собственно, прикладные IT-специалисты, инженеры, разработчики, тестировщики. Ну, вот как на основе ролей можно описывать уже отдельные работы и активности. Например, планирование, приоритизация продукта. Кто вовлечен? В зависимости от модели, менеджер проекта, либо владелец продукта и требования к профилю компетенций. Соответственно, этот человек должен обладать четырьмя из пяти компетенций. C, M, L, T. То есть только администратор выпадает, да, не уходить в рутину. Он должен быть в первую очередь коммуникатором, экспертом по рабочим процедурам, лидером, ну и в какой-то степени обладать технической экспертизой. Разработка кода. Разработчики, профиль компетенций, TM. Что такое у нас TM? Технический эксперт, эксперт по методам и техникам. Тоже довольно любопытная, очевидная, но правильно подчеркнутая компетенция. Не только знать свои технические средства, но и знать и понимать, как создаваемый тобой продукт будет потом эксплуатироваться, в какие встраиваются рабочие процессы пользователей. Вид работа, обработка дефектов тоже разработчик, ну, соответственно, те же компетенции. То есть, как вы видите, от общей вот этой концепции цепочки создания ценностей мы в конечном итоге переходим к конкретным рабочим процессам с ходами, выходами, ограничениями, ролями, компетенциями. Это на примере цепочки создания ценностей при создании новой услуги. При решении инцидентов, восстановлении услуги. Здесь, как вы видите, своя цепочка создания ценностей, причем с некоторой вариативностью. Начинается откуда? С вовлечениями. Пользователь сообщил об инциденте. Кому сообщил? Службе поддержки. Служба поддержки может, да, видите, здесь пунктирная линия опции, может обратиться куда-то к старшим линиям, а те потенциальные, к проектировщикам или внедренцам, а может решить инцидент сам. Вот одна цепочка, короткая, если первая линия, сервис-деск может решить сам. Цепочка создания ценности закончилась, услуга работает, ценности есть. Если требуется более длительное восстановление, привлечение разработчиков, либо вендоров, потом внедрение, тогда будет вот такая цепочка, которая показана пунктиром. 1, 2, 3, 4, 5. Как мы знаем, после того, как инцидент решен, мы должны получить обратную связь, подтверждение от пользователя или от уполномоченного представителя подразделения о том, что действительно услуга восстановлена, они могут работать и предложить какое-то текущее улучшение. Вот, engage здесь идет, вовлечение, мы получили обратную связь и при необходимости осуществляем какое-то улучшение, доработку, может быть решение проблемы, но это будет уже своя цепочка создания ценности. Вот можете и на этом слайде посмотреть, здесь фактически представлено две цепочки создания ценности, или как бы две ветки, сравнить с вот таким рабочим процессом при создании новой услуги. Я думаю, что уже должна выстраиваться такая базовая картинка, что четвертый ITIL понимает под вот этими цепочками создания ценности, выстраивание рабочих процессов для, как раз мы изначально и говорили, таких локальных ситуаций. Ну и, собственно, как это все встроено в систему подготовки. В основе, как это у нас, и публикация Foundation и курс Foundation. Второй уровень, ну вот, собственно, второй уровень. И вот этот курс, о котором мы сейчас говорим, раз это второй уровень, длится он три полных дня и в том числе включает в себя подготовку к сертификации уровня специалистов. Это и в выпуске ITIL и, соответственно, сертификации. Прохождение курса для получения сертификационного статуса специалист CDS является обязательным. Это вот сейчас такие жесткие условия вендора, и прохождение курса обязательно, и, как бы, экзамен, подготовка к экзамену входит непосредственно в состав, непосредственно в состав этого курса. Что мы подробно на этом курсе разбираем? Ну вот, если мы сейчас перейдем на сайт специалиста, понятно, что это раздел IT-менеджмент. Вот, вот этот актуальный как раз путеводитель, вот он курс CDS. Мы вот сейчас с вами посмотрели пример одной цепочки, немножечко затронули там цепочку по инцидентам. Ну, собственно, на курсе, о чем будем говорить. Как выстраивается работа в разных организационных структурах, да, как можно выстраивать команду. Каким образом формировать аналитическую информацию, использовать современные средства. Будем как раз вот говорить о потоках создания ценностей. Как их создавать, как анализировать, ну, и, собственно, разбирать для новой услуги, для поддержки пользователей. Как выстраивать приоритеты. Как принимать решения о том, что делать самостоятельно, а что покупать. То есть тот самый Build-Optain. Вот полный такой состав этого модуля, этого модуля CDS. Коллеги, пожалуйста, я с удовольствием отвечу сейчас на ваши вопросы. Ну, а потом уже, кому интересно, можем немножечко поговорить об экзамене, как он проходит. Если есть вопросы, пожалуйста, чат. Если есть желание, могу дать слово с удовольствием. Вот, прошу писать. Ну, пока вопросов новых не появилось. По экзаменам. Для того, чтобы этот экзамен сдать, нужно выполнить два предварительных условия. Уже иметь сертифицированный статус ITIL Foundation. То есть сдать этот экзамен успешно. И пройти вот этот курс. Экзамен, ну, я бы сказал, не особо сложный. Он состоит из 40 вопросов. К каждому вопросу 4 варианта ответа. И проходной балл 28 правильных из 40. Экзамен длится 90 минут. Ну, и поскольку пока, как я уже говорил, ITIL только выпускается, к сентябрю должны полностью закончить выпуск всех публикаций, как обещает вендор, перевода на русский пока нет. И поэтому добавляется 15 минут за сдачу на неродном языке. Сдавать можно двумя способами. Либо непосредственно на сайте PeopleSert из дома. Там есть определенные правила. Ну, кому интересно, у меня можете на сайте посмотреть. Там подробно эта процедура, эта процедура достаточно подробно расписана. Ссылка на сайт в первом слайде презентации, в первом слайде презентации. Просто посмотреть по тегу ITIL и там это описано достаточно подробно. Ну, и, соответственно, на курсе я это, естественно, рассказываю тоже очень-очень детально, как готовиться, как непосредственно сдавать экзамен. Так, доступен. Так, где-то здесь было, значит, уже на предыдущую страницу ушло. Да, вот процедура сдачи. Ну, у меня описана процедура сдачи Foundation, но сама процедура, она абсолютно одинаковая, если вы сдаете из дома. Там достаточно жесткие требования. Либо вы можете, естественно, заказать сдачу через центр тестирования, через специалист. Вот. Ну, и тогда, естественно, все технические аспекты уже берет центр тестирования. Вот, собственно, что касается процедуры сдачи, процедуры сдачи экзаменов. Коллеги, еще раз, пожалуйста, если какие-то есть вопросы, рад ответить. Все контакты есть, пожалуйста, обращайтесь. И хочу обратить ваше внимание, сейчас даже брошу, наверное, в чат ссылочку, чтобы сразу была у вас под рукой. Это телеграмовский чат как раз выпускников специалиста по направлению ITIL, DevOps. Там, в общем, уже нас довольно много собралось. Публикуем какие-то новинки. Это именно чат, то есть открытые. Можем обмениваться мнением. Так что присоединяйтесь. Значит, если есть ITIL Foundation 3, нет. Значит, правило следующее. Смотрите, можно сдать менеджинг профессионал, транзишн, переходной экзамен менеджинг профессионал при условии, если по 31 августа, то есть полтора месяца еще, кандидат набирает 17 кредитов по третьей версии. А 17 кредитов – это фаундейшн и 4 интермедиат экзамена по третьей версии. То есть если у вас есть 4 сданных экзамена уровня интермедиат по третьей версии, то тогда вы можете сразу сдавать менеджинг профессионал. Если только один фаундейшн, то нет. Это нужно будет всю линейку тогда сдавать за. Вот таким образом. Пожалуйста, еще какие вопросы? Продолжение следует...